Добрый день, уважаемые любители шахмат и снова рубрика в мире животных. В принципе, месяц назад я записал видео по Алексею Хриновскому, очень сильному кандидату в мастера, ни одна из игровых зон, естественно, его до сих пор не заблокировала. Ну, видимо, эти партии не являются показательными, и надо сделать что-то невероятное, выиграть в турнире, например, для того, чтобы все-таки получить блокировку аккаунта. Ну, мы понимаем, что этого уже не произойдет. Тем не менее, в комментариях пришел Олег Боечко и начал писать что-то. Ну, вы можете поставить видео на паузу и почитать. Здесь я вообще ничего не понимаю, что он хочет, просто какие-то фразы, набор слов. Ну, сразу видно, что человек не умеет свои мысли излагать. Ну, единственная мысль его, которую я понял, напишите, почему в живых шахматах во время турнира вы бегаете в туалет после каждого хода. Вот это единственная мысль, которую я понял отсюда. Ну, и я бы, конечно, не обращал внимания на это. Но, тем не менее, украинская лига, которая была играна в этот понедельник, и, о чудо, Боечко занимает четвертое место очередной сильной КМС, когда мастера оказываются намного ниже. Мне стало интересно. Я скачал базу с этими партиями. Прежде чем их рассматривать, поговорим о Боечко. Я играл с ним партию. Эта партия здесь ческом показывает, в принципе, уровень Боечко. Понят точность 96,6. У него 69. Ну, я эту партию даже разбирал у себя на канале. Я не буду говорить конкретно о всех ходах. Ну, то есть был разыгран дебют, который я уже разыгрывал. Ну, и это окончание было для меня типовое. Просто обратите внимание на игру черных. Насколько она качественная. То есть планы очень интересные. То есть ладья пошла на Б8, потом она идет на Ж8. То есть какие-то потери темпов. И вот в позиции, когда я сыграл ладья Ф1, сильный профилактический ход, потому что здесь черные фактически единственную угрозу за партию создали. Ж5. Мой соперник совсем растерялся. Обратите внимание, что позиционная игра здесь на нулевом уровне. То есть здесь надо было Ж6 хотя бы сыграть, чтобы не было блокады. Ну, и дальше я спокойно выиграл. То есть партия абсолютно показательная. То есть у моего соперника слабое представление о позиционной игре. И в результате я выиграл партию достаточно легко. А теперь то, что он пишет про туалет и так далее. То есть турнир проходил в Мукачево 2 тура в день. И ему не понравилось, как часто я ходил в туалет. Причем так мне понравилось, что он сообщил судьям. И через несколько туров меня проверяли по поводу того, есть ли у меня телефон в кармане, когда я хожу в туалет. То есть никто не обращает внимания на мое самочувствие. На то, что 2 тура в день, на то, что лето. На то, что у меня потеют постоянно руки. Я когда-то играл, не буду говорить, шахматист. Он постоянно салфетками вытирался. То есть, наверное, придется мне, когда такие претензии, покупать кучу салфеток и вытирать себя летом, если я буду играть в таких турнирах. Я, в принципе, после такого турнира больше не играл. В подобных опенах, когда 2 тура в день, и все за 6 дней заканчивается. 29 туров. Это слишком большая нагрузка до моего организма. Вот. А Бойчка, в принципе, этими фразами намекает на то, что я его разнес, потому что я использовал прогу. Ну, что уж сказать. Теперь давайте посмотрим, как Бойчка играет в интернете. И сделаем выводы по поводу его игры. Итак, ну, видим. Вообще, для начала надо посмотреть следующую вещь. Это 2 партии я загрузил. И давайте посмотрим его точность. Партии в классику. Видим и сравниваем с Магнусом. Ну, и, естественно, точность будет достаточно высокой. Потому что партия в классику. И есть время подумать. Обратите внимание на эти показатели. И сравните с Магнусом Блиц. Соответственно, показатели Магнуса Блиц выше. Если сравнивать с Накамурой, то здесь уже Бойчка играет лучше. Эти несколько партий в классику, чем Накамура. Но это партии в классику. Когда есть очень много времени. И, конечно, соперники могут не ставить определенные задачи. Ну, и дальше я пошел и загрузил весь турнир. И проверил его с Токфишем. Обратите внимание. Если проверять с Токфишем, то это нормальная картина. То есть, вы увидите, что точность достаточно низкая. Это Блиц. Это Блиц. Но я пошел дальше. Потому что зачем смотреть с Токфишем. И те же партии я посмотрел с помощью Гудини. И увидел совершенно другие цифры. А именно, весь турнир. 20 партий. И смотрите. Ух ты. А точность не такая уж и плохая. Она приблизительно равняется точности Магнуса Накамуры в Блиц. Я удивился. И потом я... Здесь можно вот так вот сделать. И смотреть точность каждым из соперников. Посмотрел и сделал странный вывод. А именно то, что все партии, когда играны подряд. И именно здесь можно это посмотреть. Вот, начиная с этой партии. Володимир, моли бога. Эту партию пропускаем. Потому что тут был Берсерк. Кстати, он Берсерки почему-то не берет. И эти две партии. Ну и... Мы сейчас рассмотрим эти 7 замечательных партий. И увидим, как шахматисты уровня КМС усиливаются, играя в интернете. И не совершают ошибок. А именно. Я сначала покажу вам его статистику. То, уже измеренную с помощью Гудини. 13 партий первых до этого момента. И давайте посмотрим и сравним с Магнусом. Здесь у нас вот такие вот цифры. Они не выдающиеся. Ну и опять-таки это примерная игра в Блиц. Самостоятельная. Какого-то уровня. Постоянная идет потеря. Брак. 21% это нормально. 4% взывков. На самом деле это не так уж и много. Но... Затем мы сравниваем с следующими партиями, которые идут подряд. Эти 7 партий. И видим картину Масла. О! Давайте посмотрим. Ух ты! То есть тут уже Магнус и Накамура тем более отдыхают. Брак всего лишь 8%. Ошибки. Меньше 4%. И взывки отсутствуют. То есть, ну, что я могу сказать. Если сравнивать с Накамурой. Накамура должен брать у Боечка уроки. Однозначно вы видите. Накамура взывает, Боечка... Две ошибки из 224 позиций. Причем одна из них это пошел ладей. Не той на поле нужна. Мы увидим это в всех партиях. Ну, в принципе, даже после того, как я показал эту статистику. На этом можно было закончить видео. Потому что люди так не играют. Но давайте посмотрим все эти партии. Прежде чем переходить. Давайте посмотрим тайминги. Тайминги, конечно же, дикие. То есть, после выхода из дебюта. Каждой партии. Ну, обратите внимание. 38, 36, 35. Потом несколько секунд. Ну, такой ход. Крико 5, там 10 секунд. Ну, то есть, идет игра. В одном темпе задумывается крайне редко. И это касается всех партий. Которые я сейчас покажу. У вас соперник на Берсерке, например, играет. Тоже 3-4 секунды на ход. Делаются все они уверенно. Ну, чтобы не быть голословным. Давайте еще какую-то партию. И видим ту же картину, что идут. Ну, как бы, человек не задумывается. Играет в монотонном темпе. Вы понимаете, что значит, когда человек играет в монотонном темпе. Ну, и эта партия тоже замечательная. Мы ее посмотрим. Ну, видите, тоже 5 секунд на ход. Ну, в принципе, здесь еще 3 таких партии. Я их не буду показывать. Если не верите, можете сами зайти и посмотреть на эти партии. И увидеть монотонную игру. Теперь, собственно, переходим к партиям. И, конечно же, учитывая то, что эти партии... Я проверял Гудини. Мы будем смотреть опять эти 5 партий подряд с помощью Гудини. И тут мы увидим замечательную картину. А именно, человек может стоять на месте бесконечное количество ходов. Играть без плана. И при этом оценка позиции ни в одной из партий не меняется. Ну, что ж, приступим к замечательному просмотру. Так, играет против мастера Муллиблога. И здесь, обратите внимание, профилактический ход водя Д1. Ну, в принципе, дальше Ц3 идет Е5-Д5. Это такое, боюдоострое изменение структуры. Но оно делается крайне уверенно. И затем мне нравятся такие хода, как слон Ж5. И дальше даем слона. Почему бы и нет? У соперника сейчас слон против коня. Далее у нас испорченная структура на ферзевом фланге. Ну, обратите внимание, что движок это все одобряет. Говоришь, замечательно. Белые играют. Хотя, с человеческой точки зрения, это выглядит дико. Скажу честно. Далее следует замечательный размен ферзей. Ну, то есть, когда мы идем на противостояние. Мы пытаемся делать тандемы. Ферзь и конь. Против тандема ферзь плюс слон. То есть, здесь логично поменять все ладе. Но нет. Это все является первой линией. Мы меняем ферзей. Что против логики. И тут оказывается самый важный фактор. Это игра по линии А. И за счет того, что у белых активность фигур. Они захватывают инициативу. Затем жесткий подрыв. Обратите внимание. Ж4. То есть, сначала ладя Д5. Подготовительный ход. Затем подрыв Ж4. И вот сейчас забавный момент. То есть, ход по второй линии. Конь Е4. Вместо конь Б5. Хотя, выигрывать пешку. Это можно спокойно. Ну, то есть, вы сейчас увидите много таких моментов в партиях. Что не делаются очевидные хода. Но делается при этом не очевидный ход по второй линии. Конь Е4. Что за ход. Ну, затем король Ж2. Аж 5. Здесь тоже достаточно забавно. Жаш, ну, это третья линия. И Ф3. Ладя Ж6. И ладя Ф5. И далее. Мне нравятся следующие несколько ходов. То есть, у белых огромный перевес. Но они начинают уже рубить флаг. И обратите внимание на несколько ходов. Ладя Д8. Дальше Ладя Д7. Шаг. Ладя Д1. Ну, то есть, три хода. Вообще непонятных. Ну, и затем Ладя возвращается на Д7. Ну, то есть, оценка упала. Ну, выиграно время. И затем белые опять начинают играть сильно. Конь С5. Делают данную позиционную трансформацию. Забирают пешку на Ж4. Ну, понятно, что у черных мало времени. Они сейчас начнут зевать. Белые защищают пешку. И далее следует разминовать. И все. Черные уронили флаг. Ну, что ж. Это типовая партия. Абсолютно бесплановая игра. Но при этом какие-то конкретные позиционные трансформации. Которые одобряются движком. И они делаются очень быстро. Так. Ну, эту партию мы очень быстро проскочим. Потому что, учитывая то, что формат арены. Здесь белые зевнули пешку и сразу уже сдались. Не совсем понятно. Почему? Потому что... Ну, надо отметить, что в принципе... Ладно. Это у каждого своя тактика игры в аренах. Теперь играет против международного мастера. Давайте рассмотрим. Голландская защита. Крайне нестандартная позиция. С самого начала. Ну и... Какие-то повторения ходов. Типа, надеяться на ничью, наверное. Белые уходят в длинную рокировку. Что забавно. Но они перед этим играют в е4, е5. И меняются на е5. Делают длинную рокировку. То есть, все, что рекомендует движок. Достаточно нестандартная игра, если так подумать. Далее, конь b3. Этот ход не совсем понятен. Ну... Далее последовал слон c4. То есть, если эти хода поменять местами, то это выглядит логичнее. Слон d5. Дальше делается такой ход. Забавный. Ферзь c4. g3. Ну, то есть, мы резко переходим от игры по открытой линии. D на то, что мы подрываем структуру. Резкая смена планов. И конь c5. Далее белые бьют и забирают на f4. Конь бьет е4. Видим, что позиция равна. Белые не забирают на c7, что тоже странно. Делают ход по третьей линии. Ну, и затем, вообще, невероятный перевод коня на b3. Этого я не понял. Конь пришел на b3. Что он здесь делает? Ну, далее, такие хода. Начинаются на месте. Просто хода на месте, и при этом оценка не падает. Вы видели только, что мою партию с ним в классику. Он пытался стоять на месте, и у него оценка обвалилась. Здесь он может бесконечно стоять на месте. То есть, делает перевод ладью на g4, ладья f4. Затем конь возвращается на d2. То есть, постоял на b3, идет обратно на d2. Ну, абсолютно бесплановая игра. Абсолютно бесплановая игра. Стояние на месте, и при этом все компьютер одобряет. Потому что оценка при этом не просаживается. Далее следует несколько ходов на ферзевом фланге. Кстати, почему-то пешка на а7 не забирается. То есть, сколько она здесь под боем простоит. Смотрите, вот сейчас. Ну, как бы ее не забрать. Не забирается, делается плановый ход. А затем а4. Ну, то есть. И затем а5. Ну, то есть, снимается напряжение почему-то. Ну, далее, белый занимает открытую линию. И здесь уже идет рубка флага. То есть, международный мастер с рейтингом за 2400, который неплохо выступает в титульных вторниках, он не успевает. Далее следует ход h5. Кстати, опять надо отметить, что я не знаю, какая используется версия Goudini, но в версии 5 и в версии 6 ход h5 попадает. Видите, тут пятая линия. Если мы используем другую версию Goudini, то ход h5 не попадет. Так что, скорее всего, пятая версия. Но это не точно. Потому что, может быть, и четвертая. В принципе, этот ход, оказывается, неплохой. Отдали мы пешку. Тем не менее, у нас нормальная позиция, потому что мы забираем пешку на h6. Ну, и здесь идет замечательная техника реализации, когда у соперника секунды он делает ошибку. И это пешечное окончание проекта. Ну что ж, браво. Вот так вот стоять на месте. И срубить флаг. При этом завозить более сильного соперника. Партия с Мещуком, как мне, самая показательная. Здесь будет... Ну, еще партия с Соловчуком. Нужно понимать, что это. Оба соперника сильные международные мастера, которые постоянно принимают участие в соревнованиях. Боечка после 2017 года. Один или два турнира выездных у него. И уровень, ну, как бы, разный. Но, тем не менее, в интернете уровень, оказывается, у Боечка на голову выше. Давайте посмотрим. Вот эту вот партию, которая все это демонстрирует. Ну, белые играли в стиле Гамбита Шатарда. И здесь допускают ошибку, которой черные сразу пользуются. Обратите внимание. Опять-таки, неспешная игра, какие-то размены. И вот нужный момент в пилое. Ошиблись, вводя Д1. Бах! Д4. То есть мы переключаемся от неспешной игры на конкретик. Вы, наверное, не совсем понимаете, зачем пожертвована пешка. Ну, здесь ход вводя С8. С последующим ферзь Д3, вводя Д4. Разносят соперника. Тем не менее, ход по третьей линии. Аккуратненький. Ферзь Д3. Дальше дается шаг. Далее делаются хода по первой линии. Несколько ходов. И вводя Д4. Ну, то есть серия ходов по первой линии. И обратите внимание, на следующий ход, наверное, никто из вас бы не сделал. Делается ход вводя Е2. Аккуратненько по четвертой линии. И затем забирается пешка на Е5. Вместо того, чтобы пешка на Е5 сразу забралась. Ну, что ж. Это очень странно. И затем следует данное вводя на окончание. Где мы увидим также. Огромное количество ходов на месте. В5, король, Б6. В5 я еще понимаю, почему король, Б6. Почему мы не в центр идем. Ну, постояли на месте. Давайте посмотрим. Танцы на месте. Король прибежал на Б4. Правильно. Что сделает король? Он сейчас побежит уже на Д6. Обратите внимание. Вот такая вот замечательная игра. То есть, беспланово, беспланово. Ну, позиция постепенно улучшается. Тем не менее. Итак. Мне тоже странно. Эти када. Ладья Ф5. Потом Ладья Аш5. Типа короля чуть улучшили. Далее следует Ф5. Ну, и опять танцы. Танцы. Оказывается, что белые сейчас допускают грубую ошибку. Ход надо было Ладья Д7 шаг давать. И черные улучшают наконец-то позицию. После чего позиция белой становится критичной. Но это не так важно. Потому что белую уравнили фло. Ну, вот так вот. Очередная партия. Стояние на месте. Стояние на месте. Небольшой перевес. И фуах падает. Далее. Ну, эту партию мы также очень быстро проскочим. Черный какой-то экспериментальный дебют. Разыграли. Пожертвовали пешку зачем-то. Не совсем понятно почему. И сыграли здесь вон Е6. Ну, белые уверенно забирают. И после этого не остаются с лишней пешкой. Ну, тем не менее. Реализация перевеса также. Также забавная ферзь Д4. Почему бы не сыграть ферзь С7 шаг, забирая пешку. Следует забрать она Д4, Б3. И далее вторая пешка потерялась. Черные сдались. Просто опять-таки из-за того, что это партия в арене. То есть, это две таких партии быстрых. Ну, не показывают уровень. Теперь давайте две партии посмотрим. Отахнем от них. От этой серии из пяти партий. Как играет боечка. Когда играет на берсерке. Либо играет просто. Вот смотрите. Партия играет против Максима Горошкова. Разыграл скандинавскую защиту. Теорию не знает. Ой, а куда делся слон на G4. В принципе, партия после этого закончилась. Далее. Партия на берсерке. И тоже. Можно сказать, что-то похоже скандинавско-французское. И смотрите, какие хода. Конь C4. Я просто сейчас включу движок. И вы увидите силу ходов на берсерке. Вернее, позиционных решений. Вот такой ход, как слон C5. Как вам? Просто мы берем и разбиваем пешки себе. Ну, это он играет против 2 стока. И дальше. Еще один. Замечательное позиционное решение. Просто опять мы отдаем пешку. Ну, то есть идет нормальная человеческая игра. В пулю. Делаются позиционные ошибки. Но это резко. Контраст. Большой между этими партиями и теми, что мы смотрели. Ну, и сейчас посмотрим еще две партии. Первая против гроссмейстера Украины. Райзена Вадима. Который занимал третье место на чемпионате Европы. Ну, то есть это реально сильный игрок. То, что касается временных контролей. И теперь давайте рассмотрим. Как делаю просто в этой позиции. Который выход из дебюта не очень хороший. Выигрывает фактически партию в 10 ходов. Так, начиная с этой позиции. Рассмотрим ферсеты. Ну, то есть у соперника преимущество двух слонов. Мы как-то играем против слабости. Предлагается размен ферзей. Ну, Райзен решил сохранить ферзей на доске. У него есть игра по линии F, по линии G. Тем не менее, белые продавливают по линии C. Смотрите, как быстро партия заканчивается. ЦД, ЦД. Забирается пешка на C7. Ладья D8. Ошибка, потому что слон B5 была сильнее. Ну, это игра на берсерке. Поэтому делается ладья A7. То есть очень четкий ход. И дальше забирается пешка на A4. Ну, Райзен увидел пешку на C2. Решил ее атаковать. В принципе, это закончилось поучебно, потому что ферзь потерялся. Ну, что ж. Вот такой вот резкий переход. И партия с Алексеем, мастером спорта. Соловчук Алексей, который часто принимает участие. И даже бывал в финальных турнирах чемпионата Украины. Очень страшный соперник. Его рейтинг фиде явно занижен. Потому что явно за 2.400 должен быть. Ну, потому что играет в полтавских турнирах. Вот так его опустил. Итак, здесь следует удар на F3. Ну, и удар на D4. Взевается ход слон D5. Но все под контролем. Потому что играется конь C6. Да и Е по первой линии это слишком опасно. Поэтому делается ход по второй линии. И вот сейчас ключевая. Ключевой момент всех партий. Ладья Fc8. Ну, то есть делается ход не той ладьей на C8. Как это объяснить? Ну, я не знаю. Может быть, кто-то ему в ухо сказал ладья C8. Ну, он и сделал ход ладья C8. Только не той ладьей. Ну, соперники уставшие. Поэтому на F7 удар не последовал. После этого идет замечательная защита. Давайте обратим внимание. То есть, опять-таки, такие маневры, как Fc5, Fd5, я, конечно, еще могу понять. Но вот следующий ход опять это верх защитного мастерства. Потому что нужно поставить ладью на A6, чтобы она защищала пешку C6. И вся эта конструкция держится. На соплях, но держится. Обратите внимание. Милы захватывают открытую линию. Слоны F8. И черные хотят провести C5. В какой-то момент. Также, обратите внимание, A4. Затем мы резко переходим на другой фланг. Делаем ход H6 по второй линии. Которая сейчас немного опускается. Но она есть. Видимо, четвертая линия. То есть, ход H6 это просто вынос мозга. Если честно, после хода A4. Как можно так замечательно стоять на месте. И при этом не ухудшать позицию. Но, когда последовало F4, здесь уже последовал подрыв C5. Вы, конечно, этого не понимали. Но здесь будет ладья C6. Теперь вопрос. Почему же мы не могли сыграть C5 в этой позиции? В следующем ладья C6. Ну, видимо, потому что это первая линия. А вот сейчас, если не сыграть C5, то когда ладья E8, ну и другие, они не очень выглядят. Поэтому проводится данный подрыв. И отыгрывается пешка. И оказывается, что у черных нет проблем. Потому что пешка не теряется. Можно занять пассивную оборону. Многие, конечно, бы не хотели так пассивно обороняться. Но из-за того, что есть пешка на H2, здесь происходит равенство. Давайте посмотрим. Маневры, маневры. И магическим способом, как в лучших фокусах Гудини, пешка на H3 не теряется. Потому что здесь играется ладья на D8. И приходится играть ладья C2. И все, ладья D3. Мы защитили пешку. После чего пешка на H4 теряется. У белых проходная пешка. Ну и причем они ставят ладью сзади. Черные абсолютно игнорируют все это. И получается равное окончание. Потому что пешки меняются. Ну и затем уже произошла в конце рубка флага. Поэтому черные все-таки смогли довести партию до победы. Обратите внимание, что настолько лютая рубка флага, что играем по ладье и не замечаем ход ладья F1, который выиграл от ладью. Ну что ж, подводим итог. В принципе, мне по этому кандидату мастера понятно. Мне было, наверное, понятно сразу же, когда я увидел то, что у него рейтинг 2600 и 2500 с абсолютным непониманием игры. Но я уверен, что в комментариях набегут опять его друзья. и начнут говорить по поводу того, что мои видео являются проплаченными и подобный бред. Ну а вы не слушайте подобный бред. Играйте в честные шахматы. Иначе я приду за каждым из вас.